Неутихающая боль утраты 40 дней прошло со дня одной из крупнейших аварий на шахте Костенко, унесшей жизни 46 сыновей, мужей, отцов и братьев. В Караганде родственники погибших возложили цветы и почтили память горняков у монумента «Шахтерская слава». Говорят, пройдет 40 дней и станет легче. Не легче, вообще и бесконечно. Скорбная церемония у монумента, символизирующего ратный труд шахтеров, прошла на 40-го дней после трагедии, потрясшей не только нашу страну. Родственники и близкие возлагали цветы, зажигали лампады. Сил много говорить не было, все высказано и выплакано. Но со временем боль от несправедливой утраты становится только сильней. Затем, чтобы понесли наказание все, кто виновен в этом. Зачем они их гнали? Гнали на смерть. Каждый день гнали. Они знали, что они не могут отказать. Они знали, что не могли им противостоять. Родные уверены, что трагедия – результат попустительского отношения к вопросам безопасности на шахте. Напомним о взрыве. На шахте имени Костенко стало известно рано утром 28 октября. По первоначальным данным, в лаве произошел взрыв газометана. Тогда же в Арселор Миттл Тимиртау сообщили, что на месте без признаков жизни обнаружили тела семи рабочих. Всего на момент аварии в шахте находилось 252 человека. На поверхность успели вывезти не всех. Глава государства Касым Жумар Тукаев незамедлительно прибыл в Караганду и поручил прекратить сотрудничество с Арселор Миттл Тимиртау. Воскресенье, 29 октября, было объявлено днем общенационального траура в Казахстане. Вечером того же дня, по данным Республиканского штаба аварийно-спасательных служб, число погибших увеличилось до 45 человек. Село последнего, 46-го горняка, искали дольше всех. Придется, оказывается, еще много бороться. Что придется нам какие-то суды посещать, какие-то собрания, доказывать то, что мы не должны доказывать. Поэтому я хочу всем нам пожелать большого-большого терпения. Сейчас некоторые семьи погибших сталкиваются с трудностями при получении обещанных страховых выплат. Предстоит доказывать, что они были на иждивении.